И Львов. В каждом из городов это будет независимое мероприятие, реализующееся на базе либо каворкинг-центра, либо офиса одного из наших партнеров. Если говорить конкретно про каждый из городов, то в Харькове нам помогает проект учиться команда Hackerspace. В Днепропетровске это офис, который руководит Елена Хлевна. В Одессе это киевский хаб и мероприятие в Одессе произойдет благодаря проекту IGET и NovoBridge, который у нас есть представитель проекта Ярданка Томкова в зале. И во Львове мы будем делать ивент на базе StartupDevoke. Мы хотели бы отобрать 8, возможно 12, посмотрим сколько проектов будет из Киева и взять еще одну картинку по одному хорошему проекту из других городов сюда в Киев на 6 недель на реклубационную программу. Все, что здесь происходит, происходит благодаря нашим партнерам, как вы уже знаете, это компания Microsoft и это ряд правительственных организаций, которые в итоге замыкаются на предель-министровую. Почему для нас важно в этом случае партнерство с государственными организациями? Потому что если мы говорим про открытые данные, то, соответственно, конечно же, Кабинет Министров назначен главным исполнителем закона про открытые данные в Украине. Кроме того, ведомства под Кабинет Министров отвечают за все веб-сайты, которые так или иначе касаются открытых данных. Это единый портал открытых данных Data.ua, это проект Министерства финансов E-Data и все, что касается использования публичных коштев. Это система ProZorro, которая также неразрывно связана с Министерством экономики, ну и так далее. У меня есть уже одно и то. То есть в зависимости от того, как информируется государственная структура в исполнительной власти, все равно они как-то связаны с тем или иным министерством. Сейчас вот будет реформа Государственного комитета статистики, и там тоже есть люди, которые в итоге выльются в проект определенный. Поэтому хотелось бы, чтобы у инкубатора была непосредственная связь с этими государственными структурами, потому что они сами не знают, какие данные, честно говоря, им нужно открывать. Потому что данных много, и все сразу открыть невозможно, а вот эту приоритетность должны на самом деле выставлять вы. Ваши проекты – это приоритет для государства по открытию данных. Если есть какой-то проект, и все видят, что такие-то данные в него нужны, благодаря вам, благодаря инкубатору и усилиям со стороны ответственного государственного ведомства, такие данные будут открываться. Это хорошо, что получилось добиться такой степени понимания с разными институциями. Во вторник у нас здесь в инкубаторе будет проходить круглый стол с участием задминистров, ключевых министерств, как это Министерство инфраструктуры, агро, экологии, финансов, экономики. Может, еще кто-то, если вдруг я упустил, но суть в том, что на уровне замминистра мы хотим скоординировать работу по инвентаризации данных. На самом деле вам в том числе, наверное, интересно понять, какие данные вообще государство собирает и хранит. И в Министерстве инфраструктуры есть отличный опыт, когда совместными усилиями удалось провести такой аудит данных, ну и, собственно говоря, получить полный перечень тех данных, которые в Министерстве собираются после предприятия под Министерством собираются. И уже по списочкам можно чертать, вот это как бы надо открыть, вот это не надо и так далее. Вот этот опыт хотелось бы транспланировать на другие министерства, и, соответственно, в будущем можно будет приходить в Министерство, посмотреть какой там список, говорить, какие данные нужны, или больше идей у вас будет возникать по поводу того, что можно теоретически сделать. Потому что если ждать, пока все откроется, это, ну, как бы очень долго. Поэтому я предлагаю поторапливать государство и идти навстречу IT-сообществу. Значит, по поводу того, как будут проекты оцениваться сегодня. Есть ряд критериев. Три из них касаются команды. Если вы точно, то мы хотели бы оценивать проекты, мы хотели бы оценивать команду по ее комплектованности, по тому, насколько эту команду теоретически можно обучить. Это касается того, о чем вообще люди заняты, которые в свободное, в каком-то время способны ли они уделять этому время. И коммитмент команды, насколько команда вообще вовлечена, насколько ли это является делом в жизни, или просто вопросом одного, одного дня. Продукт будем оценивать только в пяти параметрах. Это его влияние и ценность. Это использование данных в этом продукте. Качество технического решения. И сюда же входит, как бы, на самом деле вопрос про то, что было сделано завтра. Как о том продукт и его укомплектованность. Насколько он подходит рынку, насколько, чисто теоретически, он мог бы продаваться. Как коммерческие продукты, насколько он нужен в каком-то определенном государственном органе. Или насколько это качественная социальная инициатива, которая мне действительно нужна. Ну и в то же самое время, насколько реализуем вообще проект. То есть если мы видим, что это проект про, скажем, сбор данных с ближайших армейных космических каких-то, то это, наверное, очень сложно. Потому что в теории классная команда как бы вовлечена, и все сильно хотят. То есть мы будем смотреть на те проекты, которые кажутся жизнеспособными и реализовательными. Потом подбираем какой-то финальный балл. У вас будет возможность тут посмотреть какие-то фотографии, свои мероприятия, как это все было. Мы пока жюри в вас совещаемся, мы видим, объявим полетителей. Я хотел бы начать представлять комитет жюри. Патологи слева, но право. Ирина Озумов. Да, пожалуйста. Представляет фонд Western NAS Enterprise. И фонд является партнером, как я уже говорил, инкубатора. И спонсирует инкубационную программу, и этапы отбора, и все, что с этим связано. Тимати Дебелл – эксперт по электронному правительству USAID. Тимати имеет большой опыт в технологических проектах, в том числе компании Microsoft, сколько-то лет назад. Поэтому очень приятно, что на этой площадке компания теперь снова вас не оставляет. Также у нас есть эксперт проекта Innova Bridge и программы IGEP, Горданка Томкова. И нам есть эксперт в проектах электронной демократии, участия граждан и всего, что с этим связано. Любые Горданские проекты на основе IT – это то, в чем Горданка хорошо разбирается. Михаил Чпилев, Chief Technology Officer, офисер компании Microsoft. Михаил точно знает, что взлетит, а что нет. С технологической точки зрения. Кроме того, как бы будьте готовы, он видит вас и вашу команду насквозь. Также пока у нас нет, но у нас должен быть Дмитрий Шенкев, сам главы администрации президента. Дмитрий, как вы знаете, помогал случиться проекту про открытые данные, интенсивно помогал лоббировать законопроект про открытые данные. Кроме того, лично Дмитрий поддержал инициативу открытых данных, когда еще никто об этом не говорил, в 2012 или 2012 году. И первый крокотом на основе открытых данных проходил как раз вот здесь, в этом самом зале. Ну и в жюри буду я, Денис Гурский из Social Boost. У нас есть Катя Дегтяк, которая директора эксклюбационной программы. Катя Дегтяк, директор эксклюбационной программы 1991. Именно Катя будет заниматься координацией ваших команд и менторов во время инкубационной программы. И сейчас Катя нам поможет со временем. У вас будет три минуты, из которых я советую две минуты потратить на презентацию и еще одну минуту потратить на демо какой-то технологической сайта, мобильного приложения, того, что у вас есть. Один... Катя Дегтяк, директор эксклюбационной программы. У нас будет дождаться в лагере. Мы уже и так дожидаемся в лагере. Один микрофон остается на сцене, еще один микрофон будет у жюри. Жюри могут задавать два-три вопроса, то есть минута-две еще одна вопрос. То есть в целом нам будет дать минус на команду, и это самый максимум. Потому что мы хотим разойтись до заката солнца. Всем спасибо. Я думаю, что первый проект, который у нас будет ожидать, в лагере Агромонитор. Вам слово, и держите фокус на Кате, потому что когда Катя даст команду, придется вас оставить. Здравствуйте. Спасибо. Меня зовут Сергей Скотт, проект Агромонитор. Мы разработали систему агромониторинга. Пообщавшись с рынком, обнаружили такую ситуацию в Украине. Около 100 агрокомпаний с медленным банком. 10-700 тысяч гектар. Всего в Украине около 30 миллионов гектаров обрабатываемых земель. На данный момент наблюдается единичный случай внедрения настоящего точного земледелия под таким же принципом, как, например, в США. Такой поход может себе позволить, как правило, только большие компании. Однако в условиях жесткой конкуренции, увеличения затрат, такое невнимание к точному земледелию приведет просто к неконкурентоспособности нас на мировых рынках. Поэтому мы считаем, что нужно разрабатывать подобные системы. И наше решение заключается в том, что поле покрывается сетью сенсоров. Здесь вы можете увидеть установлен в озоне сенсор влажности почвы. Туда могут вставиться различные типы сенсоров. Значит, за счет... Пошу прощения, немного волнуюсь. Получая эти данные в реальном времени, например, один раз в сутки, мы получаем возможность корректировать полив и внесение удобрений. А это здорово сказывается на расходах агрокомпаний. Значит, наша бизнес-модель заключается в том, что на первом этапе мы прорабатываем большие холдинги. От них уже выражена заинтересованность. Мы общаемся с компанией Monsanto, на их Демас-центре, три таких ставим. Значит, после того, как мы проработаем большие компании, мы хотим начать работать по модели сдачи в аренду этих сенсоров, чтобы они стали доступными для средних хозяйств. И в дальнейшем мы видим такой подход, что эти сенсоры должны стать доступными даже небольшим фермерам. И наша компания, уже опираясь на данные, собранные с больших холдингов и средних сельских хозяйств, сможет помогать им с агроконсалтингом. Потенциальный рынок мы оцениваем в Украине около 2 миллионов устройств. Возможно, даже больше. Там очень многое зависит от культуры. Значит, сильная сторона нашей команды, то, что у нас закрыто и программное обеспечение, и аппаратное. То есть у нас свои электронщики, программисты и конструктора. Как у конкурентов, как правило, либо только программное обеспечение в виде учетных систем, либо аппаратное решение, которое они продают, и они не всегда удобны для пользования. Значит, наша команда полностью конфликтована. Мы живем этим проектом, ездим в командировки, посещаем абсолютно все мероприятия, заложили свои ресурсы. Ну, это на тему того, что мы как бы СИД сделали, но мы хотим и дальше развиваться и открытых предложениях. До Какатона у нас система отдавала просто свои данные в учетную систему нескольких наших заказчиков. в рамках Какатона мы разработали уже дизайн интерфейса и частично его сверстали, я в конце покажу. Это сейчас скрины, графики, ну, по типу как BeetleFields, но мы их упростили, потому что BeetleFields... Да, сейчас... Все, BeetleFields уже... И я показываю, я хочу просто провлажен. То есть, один из модулей, если у вас начали с эпидемии на поле, система пришлет уведомление, что, например, там, жучки сейчас вот-вот зажрут весь улажай, срочно нужно убирать. Все, показываю график, Дим, помоги. Вот у нас сейчас стабильно там стоит определенный показатель влажности, да? Ну, понятно, нужно калибровать на самом деле, в зависимости от того, на какое поле ставится. Мы этот бозон пробовали в ралли, мы пробовали. Да, сейчас... Мы никуда не спешим. Да. В дальнейшем будет как в Верховной Раде. Прошу, 30... Можете подсказать, кто перед нами выступает? Куда часть? Кто один остается? Вот, чуть-чуть, да, поднялся немножко. Там раз 12 секунд до давления. Сейчас, давай. Ты, наверное, нормально идти? О, пошел, да? Сейчас, кстати, если интересно, вот эти тексты могу показать. В Чили стоит наше устройство, недалеко от Сантьяга, сколько, 600 километров, да? В черничной теплице. Ну, там, правда, не графики. Там много-много текста попадают в их систему. Мы решили свой профессор тоже делать. Спасибо. Так, все. Вопрос. Да, решили. Какие следующие степи в Мак? О, наши следующие степи... Мы сейчас используем Атмеловские чипы, и у нас стоят свои сервера в финансе. Однако мы видим перспективы большой развития этого рынка. Мы хотим мигрировать на Азор, чтобы попрыгнуть не только Украину, но и другие страны. С Интелом мы уже подписали соглашение и ждем, когда же они нам отсыпят свои самые новые чипы для интернета вещей. И мы хотим, скажем так, ну, клеить на наши коробки Intel Insight, да? Потому что эти решения будет проще продавать. Ну, и они реально, на самом деле, мы проанализировали лучше Атмелов. Первое устройство мы прототипировали на Ардуино. А, и еще, значит, ну, дальше свою плату развилить, и мы ждем этот инфлата. По части сенсоров. Какая ситуация на рынке? Нам заказчик из-за рубежа сам согласился взять китайские сенсоры. Мы его предупредили, что они могут выезжать один-два сезона. Сейчас мы заказали из штатов Decagon GS1 и еще какие-то модели. Там Дима прослушает лучше эти штуки. И мы хотим, ну, и уже начали разрабатывать собственные емкостные бесконтактные сенсоры, которые легче в монтаже, потому что такие сенсоры сложно закапывать. Вот, и их точно немножко меньше. Спасибо. И обратим слово от времени. Я думаю, вы ответите на вопрос. Пока я передаю вам вопрос о реаниме. Вы скажите обратно инкубатору, что ждете? Это только какие-то две вещи. Данные landgold.ioar. Если есть, нам сказали, что их нет, но мы надеемся, может быть, что-то хоть есть. Юра Петрук говорит, что нет ничего. Поделим. Ну, он был в Эстонии, был реестр, там, аграрий подключается в систему, система ему сразу говорит, вот, твои поляр. А у нас, получается, он вынужден будет обводить. Да? Ну, то есть, мы бы хотели клиентам лучший сервис предоставить за счет того, что он просто вносит там свои номерочки, и система уже сама ему все эти данные выдаст. Если такое есть, если нет, мы будем как-то оцифровывать. Ну, мы хотим узнать, что есть вообще. Ну, это как раз мое задание. Какие открытия данные будут выгонствоваться, або какие данные требуют открыть? Метео, данные, все, которые есть. Значит, карты, мы ранее занимались проектом ветряков, мы нашли советские карты ветров. Не исключено, что есть карты грунтов, потому что от того, какой грунт, зависит то, какие калибрационные схемы мы должны будем загружать на конкретное это устройство. Потому что, ну, там, специфика измерений мы должны знать, там, каменистое, глиняное, там, чернозем больше. Ну, то есть, от этого будет зависеть, какую прошивку мы туда должны будем загрузить. Вот. То есть, ну, нам нужно вообще понять, что в принципе есть, мы могли знать, что запросить. Вот. У меня вопрос. Ребята, спешите, пожалуйста. А какую вы видите модель монетизации? То есть, как вы представляете себе обеих с нами, начистое это будет? Первое. Так как есть спрос на, ну, подтверждает коллега из Агроместа, мы здесь встретились, он говорит, на технике есть, влагомеры, да? Он говорит, таких устройств в Украине еще нет. За рубежом они есть. Первое, лето мы будем зарабатывать просто на продаже самих девайсов. В дальнейшем мы хотим совместить модель Виталфилдса, когда на 50 гектаров пользуется учетной системой бесплатно, 51-51 евро. Возможно, немножко сземпингуем. Мы хотим в дальнейшем сделать это как сервис. То есть, мы все равно вынуждены будем их забирать на обслуживание, ну, после сезона откапывать, там, чинить, заменять, допустим, более новую электронику. Пусть они берут их лучше у нас в аренду. То есть, мы им привезли 10 сенсоров, установили на 10 гектаров, ну, если им достаточно 10 для принятия решений с такой точностью, они нам заплатили абонентскую плату. После мы их сняли. Плюс, сегодня, буквально 2 часа назад с Москвеликом из Монсанта говорил, аренда на 3 года. Мы, например, заключили контаграк на 3 года, сенсоры не в собственность не переходят, а они просто ими пользуются. А математика? Математика, аналитика? Вы имеете в виду аналитика? Ну, мы сейчас привлекаем, по сути, те же большие компании, такие как Кернел, они нам помогают с аналитикой. В дальнейшем мы хотим, естественно, понятно, будем штат свой набирать именно Агронома. Мы пока что больше технологическая компания, то есть мы программное обеспечение им даем и делаем вот их потребности. То есть мы как интегратор сейчас, но мы стремимся стать еще и консалтером. Рассматриваете ли вы вариант предоставления SaaS? То есть вы сдаете это в аренду, они и софтверги получают? То есть они доступаются к вашему пулу? Да, мы уже даже переговорили с несколькими сервисами, мы готовы делиться например данными по распознаванию жуков. Нам кидают картинку, а мы распознаем жуки по нашим моделям, которые мы уже проработали. Точно так же мы можем отдавать аналитику, мы даже закладывали, что, допустим, к тому же государству, если клиент поставил галочку «Я хочу улучшать сервисы», ну, как у Google есть, да, я не против отправлять статистику. Мы данные анонимизировать по ней, мы дальше отдавать для следующей аналитики. Есть еще вопросы за них? А в терминае сенсора есть термина? Можно Дмитрий ответит? Он у нас как раз отвечает за производственные вопросы. Там зависит от погодных условий и от климата очень много. Ну, в зависимости от типа грунта мы закладываем 2 плюс 1 года. То есть, до 3 лет это срок годности. Но мы говорим то, что будет проводиться сервисное обслуживание и мы будем откапывать, выкапывать из земли пока что эти наши агростанции, делать им те обслуживания, а потом смотрим на их состояние, на состояние датчиков и потом уже решаем выбросить сенсор либо заменить и так далее. Вообще, мы стремимся к разработке своих бесконтактных датчиков, которые не контактируют земли, а закапываются, вставляются в трубу и таким образом крутят лопси. Вам повезло больше, я отвечаю на вас. Скажи, потому что мне пришлось отвлечься для того, чтобы Витрий Шип не присоединился к... Два слова, Витрий. Не надо пересказать. Спасибо. Давайте мы хотя бы покажем увлажность, как работает. Мы покажем. Окей, хорошо. Хорошо, ладно. Спасибо. А к кому передать никого? Так, следующая команда...